ну что друзья всем привет с вами на связи богдан зацепин и наконец-то мы добрались до майами мне впаяли штраф здесь неправильно написали мою фамилию я просто ждал когда я вот так вот сделаю и сейчас мы тут ходим по нашему району изучаем окрестность и хочу вам прикольно показать домики как вот люди живут смотрите как красивенько там такой райончик домики частные у них там у людей в частных домах вон свой есть пруд на самом деле первые впечатления довольно такие прикольные потому что у меня не было такого чувства влюбленности знаете они не при не приехал сюда в америку и и не разочаровался в этом потому что я в принципе знал что где-то здесь что-то получше покрасивее где-то похуже например сфера услуг и сервис вообще похуже здесь до жизнь людей там финансовом плане получше есть океан и так далее поэтому не было какого-то большого разочарования наоборот только положительные эмоции такое чувство что ты находишься постоянно в игре и каждый день вот эти вот новые квесты тебе добавляться там поехать получить social поехать купить сим-карту поехать сдать на права короче поехать в один банк получить дебетовую карту то есть открыть дебетовый счет потом ты понимаешь что нахер тебе дебетовый счет если тебе нужно растить свой кредитный рейтинг ты едешь уже в другой банк банков америка и открываешь security карт куда ты ложишь туда деньги да там по 1000 долларов например на карточке чтоб я мог тратить их и потом уже как бы да у меня рос кредитный рейтинг вот посмотрите какая красота здесь все подвязано на кредитном рейтинге то есть тебя оценивают именно по этой цифре если у тебя хороший кредитный рейтинг ты будешь хорошо жить ты можешь взять хороший дом в кредит ты можешь взять хорошую машину кредит и вообще ну платить там минимальные проценты и не делать даже первый платеж да то есть ты можешь просто взять например сказать что я хочу там взять эту машину там 50 тысяч долларов она стоит я хочу ее взять в кредит и при этом ты не будешь делать вообще ни одного доллара ли цента ты будешь просто платить ежемесячный платеж там например там 300 400 долларов в месяц играть в гольф прям возле нашего дома видите да лунки полетела а видно эти апартаменты лежака называется east lake вот такие красивенькие здесь дома прикольно еще было когда мы пошли в барчик да мы хотели попить пиво посмотреть как американцы тусуются это как раз было пятница там было много очень разных американцев и девочек и мальчиков все пили пиво и мы даже с одними познакомились разговорились и они пили отдыхали именно за пятницу вот они за фрайды до фрайды за фрайды они чисто пили отдыхали и веселились мы там с ними как американцев это чирс чирс крики оры короче в общем было весело звали нас они сами с джексон вилле и звали нас туда говорили что там очень классно красивый город что намного дешевле чем майами и вообще там голливуд то есть приезжайте в джексон вилле там классные тоже дома там один миллион человек живет тоже прикольно по-любому мы поедем путешествие поедем посмотрим по америке другие какие-то города вдруг нам что-то понравится и мы захотим там пожить что касается цены значит за вход сразу попросили карточку списала 25 долларов у нас и потом мы покушали попили коктейли и пиво и отдали за это 60 долларов той сумме 85 долларов у нас ушло буквально там за полтора-два часа покушать и попить пиво и коктейли друзья сейчас мы с вами направляемся на голливуд бич к океану мы там будем купаться плавать загорать и мы с вами поговорим о самых необычных вещах которые я вообще увидел и встретил в америке вам будет точно интересно и поэтому не переключайтесь первая вещь которая меня конечно удивила в америке это то что у автомобилей нет номерных знаков спереди то есть иногда бывает такое то что ты когда вызываешь uber в аэропорту очень много машины и как правило большинство из них но они все классные там джипы и так далее конды там всякие лексусы короче одинаковые практически машины и иногда тебе приходится гадать где твоя машина потому что спереди нету знаков много машин стоит все подъехали все на аварийках и ты короче бегаешь ищешь вот так вот смотришь назад короче обходишь машину и смотришь где же твоя машина стоит это первая конечно такая диковинка но в принципе потом привыкаешь и в убери ездишь еще в приложении такая кнопочка когда ты нажимаешь поднимаешь телефон и там горит например экран там фиолетовым цветом зеленым цветом синим цветом короче и водитель он может определить тебя что это как бы его пассажиры он подъедет тогда к тебе вообще здесь uber приложениях оно не такое как у нас потому что у нас убер ты открываешь просто строка куда тебе ехать и все а здесь в убери акции фишки баннеры рекламные еда доставка там вертолет там можно арендовать куча куча всего короче это полноценное приложение как будто как marketplace если честно ты вплоть до того что ты можешь даже скачать специальное приложение и заказать себе перевозку грузов ты хочешь переехать одного что-то в другой да и тебе нужен там большой автомобиль там грузовой да ты можешь через uber это тоже заказать только есть специальное приложение uber значит еще ребят смотрите по поводу цен вообще на uber с аэропорта поездка мне вышло 40 долларов ехать было минут 30 то есть это в принципе дороговато как по нашим ценам да но здесь это норма потому что в барселоне мы платили 50 и 60 евро там за 20-30 минут как бы пути на такси по поводу вообще дорог здесь нету такого понятия как зеленая стрелка красная оранжевая так далее то есть если ты стоишь на перекрестке слева машин нет но у тебя красный свет ты можешь ехать спокойно направо еще у них есть такие перекрестки где прям четыре дороги они в одинаковых условиях то есть там написано stop all way это что означает все остановились но если ты первый подъехал к линии этой где ты остановился и ты первый остановился то ты первый и едешь соответственно тот кто второй остановился едет 2 тот кто 3 едет 3 то есть тебе нужно здесь улавливать дак помимо себя и своей машины тебе нужно улавливать кто остановился 2 3 4 для того чтобы понимать вообще ситуацию на дороге и это очень довольно таки прикольно бензин здесь дешевле получается наши деньги примерно выходит литр 80 центов это именно во флориде то есть 80 центр 80 центов выходит литр бензина у нас сколько дешевать 55 гривен по моему да то есть это больше доллара это практически там полтора доллара то есть бензин здесь дешевле конечно то что не очень нам удобно потому что приходится все переводить здесь совсем другие измерения воду там молоко продают в галлонах еду там не в килограммах а фунтах температура у них не в градусах по цельсию а фаренгейтах короче все время нужно как-то подстраиваться но я заметил что уже за неделю ты уже как бы начинаешь привыкать и понимая да что там например там один галлон там это столько-то столько-то литров или там один фунт это например там 400 грамм да то есть ты уже начинаешь привыкать и перестраиваться под эту вот систему что касается вообще наших шагов которые мы делали до первый самый такой основной шаг мы убили считая одним выстрелом двух зайцев потому что мы приехали за сотовой связью установили себе сим-карты в телефоне и сразу же и сразу же пошли в банк сразу пошли в банку напротив буквально там метров десять мы зашли в банк велсфарга и открыли дебетовый счет кстати с этого дебетового счета мы уже делали какие-то покупки не имея карточки потому что карточка приходит от пяти до десяти дней но мы сразу счета вэлсфарга зашли мобильное приложение подвязали эту карту к apple pay и мы уже можем расплачиваться что еще немаловажный нюанс вы не можете просто так вот перекинуть деньги здесь как у нас в украине с монобанка на приватбанк да со своей там карточки здесь такого нету здесь вообще это никто не делает здесь даже это насколько я понял на программном уровне нельзя этого сделать поэтому здесь есть сторонние приложения такие как зили или венмо через которые вы можете просто перекидывать друг другу деньги то есть например у тебя там банк велсфарга а у меня банков америка и ты хочешь мне там отправить деньги за какие-то там например услуги там или мы посидели в ресторане или там поехали в такси тебе надо платить мне пол суммы ты заходишь свой банк велсфарга и у тебя есть кнопочка там отправить деньги с помощью зили ты заходишь отправить деньги с помощью зили как бы вводишь что номер телефона либо водишь там не за email и отправляешь через или там 10 20 30 долларов сколько ты хочешь но самый важный тоже прикол в том что у них нет комиссии сколько раз я отправлял и мне отправляли комиссии никакой не списывала то есть просто вот хочет отправить 50 долларов отправляшь тебе насчет приход 50 но человека оплатил 50 долларов приходишь в банк вот мы когда открывали банков америки security card что это за карта да то есть это кредитная карта но фишка тут в чем не банк тебе дает уже сумму определенную на карте а ты сам пополняешь на любую сумму которую ты хочешь эту карту и ты ей пользуешься для того чтобы у тебя рос кредитный рейтинг так вот мы когда пришли в банков америка там нельзя было через наличные положить на эту карту только нужно было списать с какого-то счета и мы для того чтобы у нас это все вышло и получилось мы положили на вэлсфарга деньги там тысячу долларов пришли в банков америка женщина нам все быстренько сделала и у нас потом списались эти деньги ровно 500 долларов и они уже на счету в банков америка то есть с одной стороны вроде все и тяжело а с другой стороны как-то все в принципе легко и за тебя все делать это был первый шаг до сразу по поводу карточек и сотовой связи и кредитных карт следующим нашим шагом было это мы сразу уже подались на word авторизейшн это для того чтобы можно было да там работать можно было бы получать какие-то деньги доходом и так далее и там есть галочка чтобы автоматически тебе дали номер налоговой ссн но сразу говорю что если вы заполняете онлайн и ставите эту галочку ваше дело будет рассматриваться дольше и соответственно ссн вы будете ждать дольше а ссн здесь это очень важный нюанс потому что это ваш налоговый номер он подвязывается абсолютно ко всем нюансам кредитному рейтингу к аренде к счетам короче он он везде полностью подвязываться поэтому что мы сделали для того чтобы долго не ждать мы на следующий день поехали уже в эту организацию их очень много вообще по городу и прям много в разных районах мы приехали и подали заявку именно на месте то есть да там кстати тоже в окошке была русскоговорящая здесь очень много русскоговорящих в любом банке вот это не придешь русскоговорящий в любом магазине русскоговорящий даже в государственных органах каких-то там очень много русскоговорящих людей так вот мы подались через нее на ссн все теперь мы ожидаем там в течение двух недель нам придет ссн и мы уже как бы по факту все практически сделали нам осталось только что получить право сдать на них но здесь с этим проблемой именно во флориде потому что есть типа как компании люди которые делают записи на своих ботов и ты не можешь как бы календарь все время занят тебе надо чтобы прийти там например сдать на теорию через два-три месяца но ты можешь обращаться опять-таки к этим людям и за 35 долларов за 30 например да не тебе хоть завтра на следующий день ты можете уже издавать теорию на права также самое на вождение то есть здесь нужно знать теорию на право здесь нужно знать на теорию на вождение это последнее что нам нужно сделать и по факту мы уже здесь как бы все полноценные можно сказать граждане которые могут спокойно себе покупать снимать аренду покупать автомобили брать что-то в рассрочку конечно не сейчас лучше не портить свой рейтинг а через время да но есть кстати и компании которые дают под вообще минимальный процент кредит на автомобиль на новые тачки охеренные в пленке без без кредитного рейтинга просто ссн у тебя есть все то есть они тебе как-то в этом помогают и это тоже очень удобно потому что снимать машину в аренду в майами например это стоит 600 700 долларов смотря какая машина да а если ты хочешь взять в кредит абсолютно новый автомобиль где у тебя еще гарантия на него 10 лет ты будешь на него платить там 400 долларов 500 долларов ну согласитесь это намного лучший вариант пусть даже этот кредит и будет там у вас на 5 лет например но у тебя гарантия на машину 10 лет и просто привязываешься к этой машине с одной стороны это хорошо с другой стороны если ты любишь менять автомобили то такой вариант не очень тебе подходит но ты можешь сдать его в аренду как бы и тоже какие-то деньги зарабатывать ладно на этом пока все давайте мы дойдем до океана покажем вам вообще океан поплаваем потрогаем водичку и дальше уже полетаем на дроне а еще я забыл по поводу страховки страховка здесь нужно абсолютно на все на автомобиль на жилье если это новое твое жилье и ты его например купил страховка нужна на кошку и все это стоит денег для украинцев есть конечно бесплатные программы в чем большой плюс где вы можете получить страховку бесплатно на определенное какое-то время но если у вас здесь нету работы если вы не получаете доход вам ее дадут если вы не получаете доход вам даже дадут фудстэмп и кстати покажи вот табличку показано что здесь могут быть лисички поэтому нужно быть осторожным то есть чтобы вы понимали здесь есть блин все лисички медведи ящерицы вот такие фламинго крокодилы короче здесь полностью есть все ребят так вот по поводу страховки даже если вы не получаете доход вы можете даже податься на фудстэмпы то есть вам могут выделить там на семью там на одного на двух человеком 500 600 долларов дать вам такие карточки где вы можете приходить в магазины на 600 долларов покупать себе раз в месяц продукты то есть представьте но за 600 долларов вам хватит на месяц этих продуктов поверьте вам хватит это довольно таки большая сумма и здесь продукты не такие уж дорогие в следующем видео мы сделаем обзор с вами на магазины и мы попробуем даже сами там купить что-то на 150 долларов и хватит ли вообще нам 150 долларов на там две недели скупиться чтобы у нас было с вами что-то покушать но это уже будет следующем видео поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик для того чтобы не пропускать мои видео вообще друзья в америке очень большие расстояния очень большие расстояния и поэтому все передвигаются на автомобилях практически никто пешком не передвигается у нас тоже есть машина мы тоже взяли в аренду машину но сегодня мы захотели именно пройтись идем быстрее покажем поднимаются мосты значит проплывают кто-то будет чили час на яхточки на свои здесь вообще очень легко купить яхту даже в кредит можно взять поставить ее возле своего дома на прицеп если ты хочешь поплавать пожалуйста спокойно можешь ее поставить на воду и плыть просто ради ради одной какой-то яхты поднимают мост и покажи какая пробка сзади уже становится сидит вот здесь вот человечек который управляет этим всем и вот он поднимает мозг когда нужно в общем мы уже доходим сейчас к океану и когда мы уже будем там я вам обязательно поснимаю ой блин я постоянно отлавливаюсь на этой теме хочу бежать короче у них если белый человечек можно переходить домой дорогу если уже красные секунды это показывает что уже заканчивается твое время короче надо спешить и я постоянно отлавливаюсь только начинает короче светиться красный я начинаю быстро бежать потому что мне кажется что все уже красный вот как здесь видите парковка это бесплатно интересно или нет надо узнать значит смотри 6 долларов автор два часа all day 12 долларов целый день короче слихой сайт 12 долларов плати но в принципе это нормально потому что везде типа 5 долларов в час 4 доллара час приложение нужно скачать тоже разблокировать и 5 долларов 30 минут кстати очень прикольно есть волмарте это такой большой супермаркет типа эпицентра там есть все телефоны телевизоры велосипеды и там огромные телевизоры ребят это не то что у нас 42 дюйма там телевизоры 75 80 дюймов они стоят 450 500 долларов то есть это роллбэк цена роллбэк цена означает что цена на такая ну как бы на снижение идет скидка и она будет такая цена не больше 90 дней то есть за 90 дней ты должен успеть купить этом телевизор если ты хочешь и вот прикиньте огромный смарт-тв там есть все пусть просто картинка вот так вот сразу захотелось поиграть playstation или захотелось поиграть в xbox какие-то крутые новые игры и этот телевизор стоит там 400 500 бакс это это очень дешево не пропагандируя конечно алкоголь алкоголь это плохо не петь это будет пузо вас как у меня сказка холодненько еще я шел этот час я просто ждал когда я вот так вот сделаю я просто ждал то есть можно здесь прийти спокойно пожарить шашлыки вон с левой американцы посмотрите на этот песочек пойдем он белый он чистый он приятный вау какая красота идемте подойдем сейчас к океану попробуем водичку я вам сейчас скажу теплая ли вода вообще или нет кстати а мы были прошлый раз и там вот видишь пойдем вода просто очень теплая теплейшая просто я сейчас иду нырять друзья поплавали мы в океане это блин это нереально просто вода очень теплая и сильные волны и крутые то очень вообще плавать купаться мне очень понравилось песочек чистый вода нереально чистая голубая это из приятных моментов из не очень приятных моментов это то что мне впаяли штраф в 50 долларов но есть тут два изъяна один хороший один плохой первый изъян то что это мне скорее всего придется за это платить а второй изъян они взяли у меня права полиция подъехала короче тут есть патруль он ездит смотрит чтобы все было нормально они увидели что у меня бутылка пива именно стеклянная здесь можно на пляже пить алкоголь но только в банках я этого просто не знал в банках либо как-то прикрыть его я просто у меня была бутылка стеклянная бат я его поставил как бы пью себе там все кайфую все супер все классно подъезжает полиция 4 или 5 человек сразу там здравствуйте айди там все дела я говорю айди у меня нету только права давайте права даю им права свои украинские и они впаяли мне штраф дают мне вот такой вот штраф но здесь есть очень один большой такой интересный изъянчик и нюанса здесь неправильно написали мою фамилию за цепь in богдан у меня здесь просто как бы без буквы е зацепь in богдан по идее я могу этот штраф не оплачивать потому что он не на мою имя не на мою фамилию я пытался сканировать этот код я не могу его найти в базе не по своей фамилии не по этой фамилии с ошибкой то есть возможно пока еще в базе не обновилась информацией поэтому его нету то есть я могу спокойно не оплачивать штраф но в копилочку этот опыт мне упал теперь я буду понимать что я если я иду на пляж обязательно с тобой брать либо в банках либо брать какой-то пакетик чтобы не было видно бутылки солнце просто нереально ветерочек дует кстати очень можно легко сгореть поэтому смотрите аккуратно вот у меня рука уже правая она чуть-чуть уже сгорела то есть мы видим да то что здесь у меня вот такое красное пятно здесь у меня белое то есть надо было и так и так за разогрел только этой стороной поэтому смотрите аккуратно не идите ни в коем случае на целый день на океан да потому что ветер дует тебе не так уж сильно и жарко то есть обманчиво получается но солнце при этом хорошо греет и очень легко можно сгореть и прям явил что люди которые не знают приезжают в первый день идут на океан там 4 часа находится 5 они потом все просто красные как раки у них ожоги сумасшедшие у них боли они потом не знают что им делать сметана просто им ну просто так не поможет еще кстати я уже вам говорил по поводу травы возле апартаментов вот на пляже она здесь прямо отчетливо хорошо слышно по запаху прям очень хорошо слышно что вот в кафешках в рейсиках везде курят траву но она здесь разрешена поэтому как бы это в принципе не нарушает никакого закона и это можно делать пойдем немножко дальше посмотрим тоже какие здесь есть барчики я все-таки хочу выпить пиво потому что так его толком даже не допил и хоро холодненького такого на разлив бокальчик 0 5 когда сейчас я прям жду этого момента ну что погнали так друзья вот так вот выглядит голливуд бич мини апартаменте ки тоже здесь вот прям возле океана девчонкам весело и мужчинам весело чайки пальмы кокосы на пальмах кстати так что смотрите аккуратно не ходите возле пальм вдруг кокос упадет в целом ребятки ожидания по америке довольно таки приятные ожидания нету разочарования кота да здесь очень большие штрафы за все за неправильную парковку за красный свет светофора за распитие алкогольных напитков вот такие есть кафешки прикольные но в целом плюсов намного больше чем минусов первый плюс конечно во первых это ты чувствуешь здесь себя безопасности если брать флориду например майами голливуд сани алленс тут практически нет бездомных тут их вообще я их ну может быть троих человек только видел если мы берем конечно калифорнию и лос-анджелес там их очень много здесь очень мало есть приложение citizen называется которая показывает вообще в онлайн-режиме какие рядом совершаются преступления например там у кого-то потерялся ребенок кого-то домогается где-то какое-то ограбление здесь вообще за неделю не было ни одного происшествия по крайней мере у меня в приложении поэтому здесь как бы все безопаснее нью-йорке например там чуть ли не каждый там 10 минут какие-то происшествия у кого-то деньги украли кого-то ограбили и там на кого-то напали и тому подобное во вторых сильная экономика все-таки зарплаты в долларах бизнес ты делаешь в долларах продавать ты можешь в долларах тебе здесь никто не мешает тебе здесь палки в колеса никто не ставит пожалуйста если ты занимаешься легальным бизнесом и ты делаешь все по совести честно и продаешь крутой классный продукт то тебе как бы дорога открыта если ты занимаешься херней то твою лавочку прикроют очень быстро что касается вообще климата климат просто крутой потому что мы попали конечно в такое время в такой сезон когда сейчас не так уж жарко как летом здесь бывает очень комфортная температура и довольно такие как бы классно находиться на улице ребята говорят которые здесь живут уже давно что летом здесь невозможно здесь все уезжают летом потому что очень жарко душно тут еще слишком большая влага то есть ты когда выходишь на улицу ты уже весь мокрый потому что нет не только потому что жарко потому что здесь еще большая влажность рядом океан мы пока еще не застали это время пока нам все здесь нравится мы пока находимся здесь мы делаем все основные документы которые нам нужны и в планах дальше у нас попутешествовать и мы очень хотим поехать в нью-йорк на рождество на новый год но как получится если получится поехать то мы это реализуем если нет то реализуем это чуть позже ну и будем на этом наверно наш ролик заканчивать подписывайтесь на канал обязательно ставьте пальчики вверх не пропускайте следующее видео потому что наша цель максимально много всего нового попробовать в америке то что мы никогда не пробовали это разную еду какие-то мероприятия какие-то возможно даже вещи либо какой-то экстрим у нас есть уже пару идей которые мы хотим снять и они вам должны точно понравится поэтому обязательно не пропускайте видео пишите комментарии что бы вы хотели чтобы мы сделали в америке куда мы пошли да возможно вы здесь уже были здесь какие-то классные крутые места есть и вы можете нам посоветовать поэтому друзья не пропускайте до новых встреч